Приветствую вас, и смотрю, много вам уже ответило людей на ваш вопрос. Также смотрю, что вы достаточно давно задали свой вопрос, до сих пор не сделали его решенным, до сих пор не выбрали лучший ответ. Я подумал, что вам, наверное, действительно сложно будет выбрать лучший ответ, потому что у каждого специалиста свой подход к тому, что нужно делать человеку для того, чтобы повысить свою смартфингу. Вот кто-то, например, предлагает вам сперва посмотреть на причину, то есть увидеть первопричину. И если честно, то это хороший вариант, это хороший символ, хорошее направление для работы с вами. Но что этот вариант сам по себе предлагает? Он предлагает только лишь то, что вам нужно работать с психологом. То есть вам нужно консультироваться, и, вероятно, не один раз. То есть понятно, что не у каждого человека есть такая возможность. Возможность консультироваться, возможность производить работу определённую над собой. А второй тип ответов для вас это такой же, что вам предлагают какой-то вот набор определённых средств для того, чтобы вы могли повысить свою самооценку. Я могу вам сказать, что, в принципе, и тот, и тот способ, и то, и то решение вам подходит, но только лишь обязательно с учёным причинам. То есть если у вас, знаете, богополучная семья, хорошая, как бы, работа или учёба, успешные отношения с людьми и прочее, и вы хотели бы вот чуть-чуть повысить свою самооценку, да, например, чтобы как-то более успешно вести дела, тогда, конечно, вам нужно пользоваться первыми, точнее, вторым решением. И второе решение, оно будет исходить из того момента, из того постулата, если хотите, что вы в чём-то в себе неуверенны, вот в чём-то есть ваша неуверенность. И эта неуверенность для вас, она никак не купируется на данный момент. И вы пытаетесь эту неуверенность просто-напросто даже не побороть, вы пытаетесь просто её избежать. То есть человек при занизенной самооценке, он по сути делает что? Он стремится исключить ситуации, при которых вот эта вот та его сторона, которая является проблемой, как-то бы себя проявляла. Вам не нужно бежать от этой стороны, как вот сказала Лидия, что это страх, глубинный страх. Вам нужно, напротив, осознать, какая это сторона, в чём слабость этой стороны для вас, ну или по вашему мнению, это в принципе не особо важно. И после этого необходимо выстраивать свою деятельность по алгоритмам, по алгоритмам направлены на купирование. Направлен на купирование именно вот этих слабых сторон. То есть вы будете ставить себе определённые задачи, которые будут объединяться с целями, а если быть точным, то одной целью. И совершая определённые действия в направлении решения задач, вы будете постепенно избавляться от вот этих вот обстоятельств, которые влияют на вашу самооценку. Также, если говорить о занятий самооценке, то обязательно нужно упомянуть комплекс комплексы как одну из основных причин этой самой занятий самооценки. Комплексы как следствие занятий самооценки это навязанное извне, или даже можно сказать не то, чтобы прям навязанное извне, но сформированное извне, якобы, ну то есть ксевдо, да, объективное мнение о вас, которое не является истинным с объективной точки зрения, но, которое вами воспринимается как истинную силу авторитета людей для вас. И вот комплексы эти, а комплексы, они многоплановые, и на самом деле, вот если говорить про комплексы, то существует несколько трактовок, несколько определений этих комплексов, и я думаю, что то, что нам надо с вами понять сейчас, это то, что в первую очередь комплекс это имение, оперирование ложным понятием относительно чего бы то ни было, относительно ситуации, относительно там, я не знаю, каких-то людей, относительно самого себя и так далее, приобретение истинного понятия и является как раз таки главным вот в этом, в контексте понятийные проблемы. Комплексы идут, как правило, из либо подросткового, детского, либо подросткового возраста, и они невинусимо влияют на жизнь, на жизнь человека. Ну, в целом, в целом вообще влияют на жизнь человека. И нужно вам эти комплексы найти, опыскать и проработать. Тогда как раз таки проблем у вас станет гораздо меньше. И последнее, что мне хочется сказать, это то, что очень часто бывает так, что занизенная самооценка есть вследствие отсутствия результата от ваших действий. необходимо, чтобы вы ставили себе задачи, вот те самые задачи, о которых я говорил ранее, чтобы среди прочих задач была еще и такая задача, которая была бы направлена на для выполнения какого-то действия приносящего, или которое могло бы принести вам определенный результат, который бы показал, который бы доказал, скажем так, вам, что вы имеете, ну, условно говоря, или имеете, или обладаете определенной ценностью. Уверить, что основная, если ну, или не главное, но важная причина вашей занизенной самооценки в том, что вы изначально ставили себе такие задачи, которые вам было не по силам выполнить. то есть ваши средства требования к задачам, условия этих задач не были правильно анализированы, не были правильно интерпретированы, и в результате чего вы строили свою деятельность по неверным алгоритмам. вот именно правильный, я бы сказал, правильный анализ этих самых требований, и является одним из средств, одним из способов справиться с занизенной самооценкой у вас. Вот, в принципе, и все. решений вы получили много, ответы на свой вопрос получили прилично, я думаю, что в принципе, каждый эксперт, ну, как это обычно бывает, каждый эксперт в чем-то по-своему прав, но я надеюсь, что вы, благодаря моему ответу, получили наиболее полное представление о том, что вам вообще нужно делать для того, чтобы повысить свою самооценку в зависимости от того, какова природа и ее занижение. Потому что ведь именно характер занижения, причина занижения и определит ваши действия. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо.